Здравствуйте, в эфире программа «Это актуально» и я, ведущая Мария. 3 и 4 июля в Астане, в Казахстане будет проходить очередной ежегодный саммит Шанхайской Организации Сотрудничества. Это событие окажет большое влияние на международную ситуацию. Что нового ждет организацию, какова повестка дня предстоящего саммита и с какими сложностями сталкиваются сегодня страны Шанхайской Организации Сотрудничества? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с нашим гостем. Это директор Института Евразии Китайской Академии Современных Международных Отношений Дин Сяо Син. Здравствуйте, господин Дин. Здравствуйте. Саммит ШОС пройдет в столице Казахстана, в Астане. На этот саммит возложены большие задачи. На нем будут обсуждаться не только вопросы укрепления антитеррористического сотрудничества, но и вопрос расширения организации, а также сотрудничества в области экономики, гуманитарных наук и других областях. Какие вопросы находятся в фокусе вашего внимания предстоящего саммита и что вы ожидаете от итогов саммита ШОС? Предстоящий саммит ШОС в Астане – очень важное событие. Известно, что в настоящее время международная ситуация достаточно сложная. Соперничество между державами нарастает. Региональные конфликты обостряются. Развитие мировой экономики также сталкивается с трудностями. Саммит ШОС в Астане пройдет именно на таком фоне. После того, как в прошлом году Казахстан стал страной-председателем ШОС, он активно начал подготовку к предстоящему саммиту. В Казахстане уже провели ряд мероприятий, в том числе в Астане прошло заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС, совещание министров энергетики стран-членов ШОС и совещание силовых ведомств. Казахстан сделал очень много для подготовки предстоящего саммита. Главная тема Астанинского саммита – это укрепление многостороннего диалога и стремление к длительному и мирному развитию. Это соответствует потребностям нынешней международной обстановки. По-моему, на предстоящем саммите обязательно будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области безопасности. По мере обострения региональных конфликтов во всем мире, включая и страны-участницы ШОС, ситуация с терроризмом остается сложной. Известно, что в марте этого года в России произошел теракт. Совсем недавно на юге России, в Дагестане, также произошла атака террористов на мирных граждан. Центральная Азия также сталкивается с угрозой терроризма, например, афганская проблема. Ситуация остается сложной. В связи с этим сотрудничество в области безопасности обязательно будет находиться в фокусе внимания предстоящего саммита. Еще вопросы экономического сотрудничества. В настоящее время рост мировой экономики замедлился. Как ШОС будет содействовать региональному экономическому развитию и продвигать многостороннее сотрудничество? По-моему, эти вопросы должны также войти в повестку дня предстоящего саммита. Конечно, будут обсуждаться вопросы реформы структуры ШОС. Например, как сделать работу секретариата более эффективной. Вопрос расширения ШОС также стоит на повестке дня. Поэтому, на мой взгляд, саммит ШОС в Астане должен быть очень продуктивным, и мы с нетерпением ждем успешных результатов этого саммита. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. И за эти 23 года она уже стала такой мощной, крупной платформой для международного сотрудничества. И ее влияние и важность с каждым годом растет. Все больше стран сейчас хотят присоединиться к ШОС. И одним из важных вопросов предстоящего саммита будет как раз вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как вы оцениваете и как вы думаете, что это даст? За более чем 20 лет с момента своего создания международное влияние ШОС только растет. Все больше стран хотят присоединиться к этой организации или вести сотрудничество в рамках механизма ШОС. Все мы знаем, что Шанхайская организация сотрудничества дважды расширялась. Сначала Индия и Пакистан, а затем и Иран стали членами ШОС. На предстоящем саммите в Астане Беларусь станет десятым полноправным членом ШОС. После вступления Беларуси в ШОС будет сформирована трехуровневая структура. В организацию будут входить 10 полноправных государств-членов. Две страны-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. Всего в ШОС 26 членов. Все они составляют большую семью ШОС. ШОС стала крупнейшей в мире международной структурой сотрудничества, охватывающей больше половины населения земного шара. Беларусь играет важную роль в Европе и Азии. Беларусь и Китай установили отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а союзному государству России и Беларуси уже более 20 лет. Беларусь также поддерживает хорошее отношение сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном и Узбекистаном. Поэтому я считаю, что вступление Беларуси в ШОС придаст новый импульс развитию организации. «А какую роль сегодня в механизме ШОС играет Китай?» «Можно сказать, что Китай сыграл важную роль в развитии шанхайской организации сотрудничества. Китай придает большое значение развитию ШОС. Организация названа в честь китайского города Шанхай, а ее секретариат находится в Пекине. Это единственная международная организация такого формата. На протяжении многих лет Китай содействует развитию организации. На мой взгляд, Китай сделал для развития ШОС несколько важных шагов. Первое – это стратегическое руководство. Китайский лидер всегда придает большое внимание развитию ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что мы достигли блестящих результатов в прошлом, придерживаясь шанхайского духа. А в будущем мы будем идти вперед, продолжая придерживаться такого духа. Си Цзиньпин много раз принимал участие в саммитах ШОС, выдвигал важные идеи по содействию развитию организации. Например, на саммите ШОС в Циндао в 2018 году глава КНР выдвинул идею о создании сообщества единой судьбы – ШОС. Эту идею зафиксировали в Циндаоской декларации. На саммите в Циндао Си Цзиньпин также выдвинул пять концепций развития ШОС. Это концепции безопасности, развития, сотрудничества, цивилизации и концепция глобального управления. Затем в целях содействия формированию сообщества единой судьбы ШОС на саммите в 2020 году лидер КНР выдвинул идею четырех сообществ – сообщества развития, безопасности, гуманитарных наук и всеобщего здравоохранения. Сообщество всеобщего здравоохранения появилось на фоне пандемии. Как развивать Шанхайскую организацию сотрудничества? Ответ – создание сообщества единой судьбы ШОС. Организация должна развиваться, формируя эти четыре сообщества. Это и есть стратегическое руководство. Во-вторых, Китай всегда прилагает усилия для содействия сотрудничеству в разных областях, в рамках ШОС, включая сотрудничество в области безопасности и экономики. Китай внес большой вклад в этом направлении. В-третьих, Китай создал много платформ для практического сотрудничества. Например, по инициативе Си Цзиньпина в Китае были созданы три платформы для практического сотрудничества. Первая – это демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в Янлине, провинции Шэньси. Вторая – демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в городе Циндао. И еще одна – база для международного обмена, сотрудничества и подготовки в сфере юстиции Китая и ШОС, расположенная в Шанхае. Все эти учреждения созданы в Китае по инициативе главы КНР для содействия практическому сотрудничеству в рамках ШОС. Поэтому, на мой взгляд, что за эти годы Китай приложил много практических усилий для развития ШОС, способствовал здоровому и устойчивому развитию организации. Шанхайская организация сотрудничества сегодня является крупнейшей в мире региональной международной организацией, которая основана не странами Запада. На протяжении уже многих лет одной из ключевых сфер является сотрудничество в области безопасности. Особенно внимание привлекает борьба с тремя силами зла, то есть терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Как по-вашему, как ШОС сегодня реагирует на те вызовы и сложности, с которыми сталкиваются страны ШОС в области развития, сотрудничества в области безопасности? Сотрудничество в области безопасности, как вы уже сказали, является главным приоритетом Шанхайской организации сотрудничества. Напомню, что еще до того, как 11 сентября 2001 года в США произошла серия крупнейших терактов, ШОС на своем первом саммите приняла Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Иными словами, организация уже давно обратила внимание на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Можно сказать, что обстановка того времени в сфере противодействия терроризму в регионе была относительно сложной. В Центральной Азии увеличилось количество терактов. С угрозой терроризма столкнулись не только Россия, Северный Кавказ, но и другие регионы. Следует отметить, что на протяжении более чем 20 лет ШОС укрепляет сотрудничество между странами-членами в области безопасности. На мой взгляд, в этой сфере ШОС выполняет задачи в пяти аспектах. Во-первых, организация придерживается новой концепции общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности. Она отказалась от менталитета холодной войны, считая недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств. Во-вторых, ШОС приняла ряд документов о сотрудничестве в области безопасности. А именно, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Документы, которые касаются борьбы с незаконным оборотом оружия и противодействия незаконному обороту наркотиков. Это правовые документы заложили хорошую основу для сотрудничества в этой сфере между странами ШОС. В-третьих, создание надежных механизмов, которые позволят развивать сотрудничество в области безопасности. Например, помимо секретариата в Пекине, в Ташкенте, столице Узбекистана, расположена региональная антитеррористическая структура ШОС. Официальные лица стран-членов обмениваются здесь информацией и обсуждают вопросы по укреплению сотрудничества. Структура стала важной платформой взаимодействия в борьбе с терроризмом. Кроме того, эффективной составляющей сотрудничества в сфере безопасности служит механизм совещаний министров обороны стран ШОС. Например, встречи секретарей Советов Безопасности проводятся поочередно в странах-членах ШОС, не реже одного раза в год. Механизм совещаний министров внутренних дел и механизм совещаний руководителей многих влиятельных ведомств также обеспечивает хорошую платформу для диалога между разными странами в целях осуществления сотрудничества в области безопасности. В-четвертых, ШОС провела широкий спектр учений, имеющих антитеррористическую направленность, что стало важным шагом, направленным на укрепление антитеррористического потенциала и внесло большой вклад в поддержание региональной безопасности. Например, в рамках ШОС регулярно проводятся совместные учения по борьбе с терроризмом, а также многосторонние учения, которые Китай проводит с некоторыми странами Центральной Азии. В-пятых, ШОС приняла соглашение о сотрудничестве в области обороны границ, что обеспечивает необходимые условия для последовательной и эффективной борьбы с терроризмом. Поэтому я считаю, что вопросы укрепления сотрудничества в области безопасности всегда находятся в центре внимания Шанхайской Организации Сотрудничества. В настоящее время ситуация в области противодействия терроризму в регионе ШОС по-прежнему остается серьезной. Поэтому на нынешнем саммите в Астане обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества стран в этой сфере, потому что нет безопасности без развития, а развития без безопасности. Шанхайская Организация Сотрудничества должна поддерживать региональную безопасность, а затем способствовать региональному развитию. Сотрудничества должна поддерживать региональную безопасность, чтобы поддерживать региональную безопасность. Да, вы совершенно правы. Страны ШОС, включая и страны-наблюдатели, активные участники инициативы «Один пояс и один путь». И Китай уделяет большое внимание стыковке инициативы «Один пояс и один путь» с программами развития каждой из стран, поскольку это дает новые возможности для дальнейшего сотрудничества, для более взаимовыгодных контактов. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего развития и дальнейшего сотрудничества стран ШОС в рамках инициативы «Один пояс и один путь»? Совместная реализация инициативы «Один пояс и один путь» превратилась в реальность. На протяжении уже более 10 лет страны ШОС непрерывно укрепляют плодотворное сотрудничество в ходе реализации этой инициативы. Например, страны Центральной Азии не имеют выхода к морю. Благодаря реализации инициативы «Один пояс и один путь», которой уже более 10 лет страны Центральной Азии фактически превратились из стран, не имеющих выхода к морю, в транспортные узлы. Например, Казахстан, в столице которого сейчас проходит саммит ШОС. Казахстан не имеет выхода к морю, но благодаря сотрудничеству с Китаем у него есть выход к порту Линьюнган и Тихому океану, что позволяет поддерживать более тесные связи с внешним миром и развивать собственную экономику. Кроме того, в последнее время на повестке дня стоит строительство железных дорог Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Обсуждения этого вопроса продолжаются уже более 20 лет. Недавно между правительствами стран было подписано соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении этого проекта. Я уверен, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан не останется только мечтой, а вскоре будет введена в эксплуатацию. Что касается сотрудничества в других областях, например, инвестиции в промышленность, то Китай и Казахстан осуществили множество проектов, в том числе создание нефтеперерабатывающих заводов. Стороны прилагают совместные усилия и для углубления сотрудничества в области новой энергетики. Напомню, что Китай содействует сотрудничеству со странами Центральной Азии в развитии ветроэнергетики и солнечной энергетики. Реализуется ряд совместных проектов в области развития зеленой экономики, а также укрепляется сотрудничество в области сельского хозяйства. Потенциал их сотрудничества относительно велик. Я думаю, что сейчас, поскольку мировая экономика переживает более сложный период, шанхайская организация сотрудничества должна придерживаться шанхайского духа, а также принципов равенства и взаимной выгоды способствовать региональному развитию. Независимо от того, как шанхайская организация сотрудничества будет расширяться в будущем, ее ядром остается шанхайский дух. Поэтому, на мой взгляд, настоящей целью развития многостороннего экономического сотрудничества между странами-членами ШОС является принесение пользы народам стран-членов организации на основе равенства и взаимной выгоды. Конечно, инициатива «Один пояс и один путь» имеет более широкий охват, но, по-моему, страны ШОС являются ключевым пунктом в реализации данной инициативы и за последние 10 лет были достигнуты очень важные результаты. Господин Дин, большое вам спасибо за такие полные основательные ответы относительно предстоящего саммита ШОС в Астане. Дорогие друзья, это была программа «Это актуально». Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин